Всем доброго утра! Сегодня я решила на завтрак сделать сырники с изюмом. Взяла вчера белый изюм светлый. Мука у меня здесь. Здесь буду сырники в луке отваливать. Добавила немного сахара. Не делаю слишком сладкие сырники. Потому что кто хочет прям сильно-сильно сладкий, можно добавить какой-нибудь нектар, допустим, у нас есть агавы, или мед, или с джемом. В общем, сейчас все перемешаю. У меня уже сковородочка разогревается. Сырники готовы, кофе тоже. Я буду с джемом. Открыла сегодня черная смородина джем. У нас еще есть ягодные, летние ягоды. Мне захотелось в ней черная смородина. Он такой, мне кажется, более с кислинкой будет. Вот смотрите, Миланкин, как назвали, шпиц. Не шпиц, а пушистик. Пушистик. Милана уже написала пушистик. Но он еще сырой, он еще влажный. Слушайте, ну очень классная игрушка. Дай посмотрим, Милаш. Смотрите, какой класс. Вообще классная игрушка на самом деле. Я единственное фикс-прайси видела. Сколько мы ходили, я не видела такой игрушки. Я уже расчесала. Не, Милаш, надо лучше расчесать. Прям пушистик. Не, 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 потом я расчищу. С феном дочь. Как масло мы делаем. После баники. Я все испугался. Всем приятного аппетита, ребята. Кто кушает вместе с нами. Ой, дочь пошел. Мам, я думала, что можно постельку, да, мам? Уже такой не очень. Да, ой, какой дочь пошел. Какой кошмар. Какой кошмар, какой кошмар. Собираемся сейчас погулять. Слушайте, у нас вроде солнышко светит, но папа вышел на улицу, выносили мусор и говорит, свежо. В общем, решили одеть вот такую кофточку. Она с небольшим начосиком. Это новенькая кофта, что мы купили фирмы Lucky Child. Давай, Миланка, отивай. Очень крутая кофта. Очень крутая. Давай, Пикон, отивай и пойдем. Кстати, Миланка купит еще такой, если будет. Да, Миланка хочет еще какого-то питомца, но мы не видели в фикс-прайсе. Зайдем в тот фикс-прайс, где мы вчера были. Новый фикс-прайс, может, поэтому там столько новинок. Но мы не туда идем. Во-первых, там последняя вот эта игрушечка была. Мы сейчас еще туда зайдем, посмотрим. В другой фикс-прайс зайдем, но мы не видели. Посмотрим повнимательнее. В общем, Миланке так понравилась эта игрушка. Если что-то будет из этих питомцев, то возьмем такую игрушечку еще. Хочу сегодня взять перец. Уже съели фаршированный. Такой вкусный был. Хотим с нее голубцы сделать. Ребят, мам, это дорогая. Надо заехать в тот, потому что в другом точно не будет. Так, там нету. Мы вчера здесь посылали. Так, а мы завезли. Чего это за ночь завезли? Нету там, Милашка. Мы зашли в фикс-прайс, и сейчас Миланка ищет игрушки. Точно вот здесь вот так нет, да? Они бывают, на этих стендах висят. Давайте здесь посмотрим. Реальная игрушка крутая была. Ну, хорошо, хоть одну успели взять. Вот эти вот, смотри, появились не было. Да. С пайетками вот эти вот игрушки. Пойдем, Милаш, здесь. Мы что же еще ладили на воду? Это куколки. Кукла Мила. Представляешь, Милан, кукла Мила. Ну, нет, такого нет. Нет, Милаш, здесь нет. А, слушай, пойдем возле кассы тоже посмотрим. Может быть, возле кассы будет. Нет, Милан, мы не будем ничего брать, кроме вот этого. Нет, у нас пружинка лежит. Нет, Мил, мы договорились с тобой только вот эту игрушечку, которая растет в воде. Что? Здесь она валяется раз. Здесь на двашке уберем. Доктор. Я предлагаю посмотреть возле... Подожди, возле кассы. Мялки. Давно не смотрела. Разные. Ой, что это такое? Ужас. Он какой-то старый как будто бы. Весь в пыли. Все, пойдемте возле кассы посмотрим. Нет, давайте спрашиваем подожду. Короче, нет, это игрушки в фикс-прайсе. В этом фикс-прайсе. Хоть одну успели взять. Хорошо, да, хоть одну успели взять. В общем, не в каждом фикс-прайсе такие игрушки есть. А нам, кстати, писали, что... А я говорила, я говорила. Да, мы вчера покупали, еще много канцелярии брали и тестировали фломастеры. И писали, кстати, в комментариях, что они реально очень крутые. Но кто-то написал, что они мажутся. Ну, вроде ничего не мазалось. Ну, как бы Мила нарисовала. Так что, если бы они мазались, они бы сразу показали себя, что они мажутся. Так, папа наш продукт пошел в машину выгружать. Мы забежали в фикс-прайс. Мы пойдем, в общем, к машине и едем домой. Купили новый ароматизатор. Даже через маску чувствуется сладко. Да, жалко, Милан, что игрушки нет. Да, игрушки. Ну, это ну реально, что нельзя. Ну, может быть, еще привезут. Милана хотела другого такого питомца. Посмотреть другого цвета. Может, кошечку бы взяла бы. Как у нас собачка. Потом потом просто заехать и идет ко мне туда. Да, посмотреть, может быть, привезут туда. Будет завоз. Давайте попробуем, да. Ой, Милан, не знаю, посмотрим. Взяли вот такой вот парфюм для дома. Бачу, ребен, Вала. У нас уже выветрился все. Выдохся. Сегодня, да. У нас был другой фирмы, по-моему. Разнозначно другой фирмы. Ну, типа такого. Здесь даже, смотрите, прям поприкольнее, да, такой? Ну, не такой устойчивый, мне кажется. Почему? Ну, такое основание у него маленькое. Ну, не двигай тут нормально. Плоское дно. Так, вот это, наверное, открываешь, да? И туда их так же вставляешь палочки. Запах очень приятный. И палочки тут. А ты говорил, не очень сладкий, приятный, пробка. Мне кажется, поприветствуем, да. Сейчас решили попить кофе. Кофе с карамелью, карамельным сиропом. А еще я хочу попробовать лавандовый сироп. И тогда у меня кофе будет лавандовая латте. Пока у меня карамельная латте. Субтитры сделал DimaTorzok Слушайте, манго вообще сказочно. Мягкий, сладкий. Просто прелесть. Мне кажется, я бы съела бы килограмм. Ну, вот штук 10 бы точно съела манго. Обожаю, просто обожаю. Ммм, вкусняшка. Миланка кушает. А мы сейчас, Лика, будем монтировать видео. У нас, да, у нас, кстати, в мультиварке готовятся голубцы. Милаш, кушай, чего ты вымешиваешь там. Готовятся голубцы. Через 5 минут будут готовы голубцы. Но Милана захотела сейчас кушать. А еще, что у меня сегодня, знаете, на ночь. Какая-то вот собралась такая вот суета на кухне. Приготовила зеленый борщ. Сделала голубцы. Сделала картофельное пюре. Ну, в общем, это все сейчас половина девятого, девять. Сейчас будем кушать. Да, дайте нам в комментариях. Мы как-то вот снимали видео, куда Лика будет поступать, что мы думаем. И задали вопрос, кто куда собирается из ребят поступать вот после девятого, после одиннадцатого класса. Оказывается, очень много собирается поступать на ветеринара. Лика. Да, она тоже хотела. Кстати, да, у нас сестра Драйю родная тоже думала, были такие мысли поступать на ветеринары. Алик, ты как? Я не знаю. Это неплохая идея. Я не знаю. На самом деле, кстати, да, Алика такая тоже призадумалась. Я говорю, Алик, смотри. Ну, не знаю, это настолько надо быть, вот, просто, да, любить. Это как вот врачи. Должно быть призвание, вот, все, вот, врач. Также ветеринар. Это настолько ответственно на самом деле. А интересно, это прям институты или колледжи? Я не знаю. Наверное, институты, не знаю. А мне кажется, на ветеринара колледжа. Нет? Сколько? Ребята, кто поступает на ветеринара? Сколько кто учится? Базу можно, мне кажется, любой профессии пройти вообще курсы. Ну да. Нашла? Здесь есть Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. Институт? Да. И сколько учится? Также 4-5 лет. Бюджетных мест 60. Проходной балл от 43. За год от 50 тысяч. Экзамены математика, русский и биология. Кто любит животных вообще, конечно. Ну, здесь есть. Это вот, я прочитала, 60 бюджетных мест ветеринарно-санитарная экспертиза. А ветеринария от 60 баллов проходные, бюджетных мест 422. Нифига себе, так много. И за год от 50 тысяч. Бюджетных мест много. Хорошая профессия, на самом деле, да. Но мы еще пока думаем. Так много бюджетных мест. Да. Ладно, ребята, все будем монтировать видео. У меня там сейчас вроде голубцы выключились. Посмотрю, что получилось сюда. Всем пока-пока.